Голос здравого смысла программы Леона Вайнштейна Здравствуйте Леон Добрый день Вы обещали мне какую-то статистику Какие-то статистические данные очень интересные Которые будут интересны мне и я уверен нашим радиослушателям Да, совершенно точно Есть целая куча всяких статистических данных Которые, скажем, опробергают какие-то наши представления о том Что думают американцы, как они чувствуют И что они собираются сделать в ноябре месяце Естественно, я имею ввиду выборы Когда Роналд Рейган переизбирался, то есть с первого на второй срок То вопрос, который он задал тем людям, которым он говорил Голосуйте за меня Вы подумаете, если ваша жизнь стала лучше за те 4 года, что я нахожусь в Белом доме Тогда голосуйте за меня Если вы чувствуете, что жизнь стала хуже Тогда голосуйте за моего противника И если вы помните, то это было то, что называется в Америке лендслайд То есть он победил с огромным отрывом Потому что, наверное, люди посмотрели, оглянули в свой круг Решили, что да, при нем жизнь стала лучше Вот с момента, как он это сказал После этого с каждым президентом, который идет на перевыборы Именно перевыборы с первого на второй срок Проводится такой же опрос населения Вот скажем, так сказать, Буш когда шел, да, у самого Рейгана До того, как были выборы, был опрос И 44% населения, то есть меньше половины вроде бы Сказали, что да, совершенно точно Жизнь, так сказать, при Рейгане стала лучше, чем была раньше А, как вы, так сказать, заметили 56%, так сказать, либо сказали нет, либо не знали А когда избирался на второй срок младший Буш То 47% населения сказали, что они вот за 4 года его управления Стали жить лучше Когда переизбирался Обама, то 45% То есть видите, да, Рейган 44%, Обама 45%, Буш 47% Но оно все гуляет приблизительно в одном и том же Ну где-то там промежутке, плюс-минус там пару процентов Теперь, естественно, такой же опрос проведен вот сейчас С Трампом И причем проведен он сейчас во время пандемии Во время вот увольнений Во время закрытых огромного количества бизнесов И ожидалось, что, значит, число людей, которые скажут Что в данный момент они считают, что жизнь у них лучше, чем была до Трампа Будет приблизительно где-то 30-35%, то есть конкретно только, так сказать, та республиканция Часть республиканская, так сказать, которая считает, что что бы ни произошло Значит, вот лучше жить при республиканце, чем при демократии А цифра оказалась немножко иной Она оказалась ошарашивающей Она оказалась 56% Это делает Галлоп Они самые старые, или одно из самых старых агентств по выяснению общественного мнения У них, так сказать, методика, у них ученые, у них статистика Ну, может, они и ошибаются, но, по крайней мере, в таком вопросе они, вероятно, ошибаются намного Итого вместо 35%-36% получилось 56% То есть жизнь при Трампе считает 56% опрошенного населения Стало, несмотря на все те проблемы, которые у нас есть Страх коронавируса, увольнение, сидение на безработице, страх перед завтрашним днем и тому подобное Она лучше, чем была при Обаме и Байдене И так считает 56% нашего населения Совершенно поразительно И это при том, что нам все время пресса рассказывает Что Байден на 6% впереди, на 7, на 8 А когда прошли дебаты, так вообще, так сказать, Байден на 10 А по некоторым вопросам даже 14% поинт, так сказать, поинт, как они говорят, да Впереди Трампа И вообще, так сказать, выборы уже кончились Потому что совершенно понятно, кто победил Да, даже дальше ходить не нужно Так вот, если верить Галупу Зачем людям голосовать за то, что хуже? Люди обычно голосуют за то, что лучше Теперь, смотря на какие-то другие показатели И тут я, так сказать, воспользовался услугами Некого веб-сайта британского Academy Ой, сейчас забыл, как он называется Но я могу, если кого-то интересует, поместить потом его Сноску к нему, значит, ниже Они сделали всякие очень забавные подсчеты Например, они подсчитали Значит, есть у Трампа и у Байдена Есть так называемые интернет-магазины В которых продается всякая перифиналия Там, так сказать, майки, кепки Там, флажки, то, сё, там, 5-10-е Написано Трамп, написано Байден Написано, там, демократы Написано то, написано сё То есть, продают, да? Так вот, они посчитали, сколько кепок С словом Трамп Продается в месяц на этом сайте И выяснилось, что это 12 800 А потом они посмотрели на сантайте Байбена И выяснили, что продается в месяц Прошу прощения 398 кепок Ещё раз, значит, на сайте Трампа Продается в месяц 12 800 А у них 398 кепок То есть, они пошли По другому принципу Значит, а сколько человек подписано У Трампа на Твиттере? Выяснили, что у него 85 или 87 миллионов Сейчас не могу вспомнить А у Байдена 10 миллионов То есть, в 8 раз больше А сколько человек подписано У Трампа на Ютьюбе? Выяснилось, в 8 раз больше, чем у Байдена Дальше, значит, ну, может быть, не подписываются Может, он скучный людям Но они всё равно пойдут голосовать И они всё равно любят его больше, чем Или, там, демократов больше, чем Республиканцев и Трампов Тогда они начали считать Взаимоотношения лайков и дизлайков Объясняю Значит, скажем, 100 человек посмотрели Ваше видео, скажем, на Ютьюбе Значит, не все Просто некоторые посмотрели Там, скажем, 50 человек И сказали, а, до свидания Поехали дальше А 50 что-то поставили И вот, значит, часть из них поставила лайк А часть из них поставила дизлайк Так вот, всегда интересно Те люди, которые решили среагировать То есть, их тронуло что-то Что говорили или показывали Объясняли, значит, прецеденты А как они среагировали? Так вот, у Трампа При том, что у него огромное количество людей Все это смотрит Соотношение лайков к дизлайкам 95 к 5 До 99 к 1 То есть, 99 человек Которые среагировали Сказали О, как мне это нравится Один сказал О, как мне это не нравится А что у Байдена происходит? А у Байдена От 50 до 60 процентов людей Которые смотрят И ставят что-то Ставят лайк То есть, иногда это 50 лайков на 50 дизлайков А иногда это, скажем 60 лайков на 40 дизлайков Аудитория, которая смотрит его канал Которая, что называется Изо дня в день туда лазает Интересуется Как бы с демократами Смотрит на него И говорит Боже мой Ну не нравится он нам Да? Значит, теперь Я разговариваю постоянно с людьми Которые, скажем У меня есть два знакомых Водителя Хозяева Водителя этих траков больших Знаете, которые перевозят Там фуры огромные Да? Оба они говорят Один работает здесь у нас В Калифорнии А другой На Ист-Кост С той стороны Оба говорят Как только выезжаешь Из большого города Приблизительно 100 к одному Стоят Значит, флажки И имена Трампа К одному Байдена То есть, это совершенно Поразительно Я такое помню Я думаю Только Во время выборов Первых выборов Обама Против Против Маккейна Потому что Обама Вызывал у всех Энтузиазм У американцев О, мы не расисты Мы сейчас выберем черного Вот все говорят Что мы расисты А мы нет Ну, выяснилось Что выборы Обамы Привели к невероятному Обострению Расизм Это другое дело Я просто помню Что вот тогда Куда не пойдешь Машина Которая написана Обама Куда не посмотришь Флажок Обамы А Маккейна Где-то ютятся Где-то там И это, господа Вот сейчас происходит Тогда это был Энтузиазм А это сейчас происходит Несмотря на то Что огромное количество Людей На работе Дома Среди друзей Не говорит вообще Что он собирается Голосовать за Трампа Потому что боится Устроить конфликт дома Значит И еще последнее Это цифра Которая поразила меня Более всего Значит Было проведено Исследование На тему Говорят люди Или не говорят Дома в семьях На работе Среди друзей И прочее А За кого Они собираются Голосовать И выяснилось Что Те, которые Собираются голосовать За Байдена Практически все Свободно об этом Разговаривают А те Кто Собираются Голосовать За Трампа 77% Из них Сказало Что оно Не делится Ни с кем Этой информацией Вы видите Что это значит Это значит Что все эти опросы Можно Опять Все что Что случится То случится Мы не знаем Мы не оракулы Мы не можем Предсказывать Да ничего такого Но Вот эта цифра Вот эта цифра Показывает Что все это Абсолютная Чушь Все эти Опросы Обзоры Мнения И прочее Они просто Дурят Голову Они нам не рассказывают Кто проголосует Они нам рассказывают Кто нам сказал За кого проголосует А кто Действительно Пойдут голосовать Или нет Никто Не знает Вот то что я хотел Сережа Поделиться С нашими Слушателями И зрителями Вот еще одна Статистическая Цифра 102 лайка И 5 дизлайков У нас сейчас На ютюбе Ну вот Пожалуйста Теперь Ну все таки Все таки Не совсем Да Ну Леон Я хочу сказать Что есть Некоторые радиослушатели Которые нас Или Зрители Которые смотрят Нас на ютюбе Они нам ставят Дислайк Заранее Еще когда Программа Не вышла В эфир Еще только Заставки Идут Есть такие Правильно делают Мы обязательно Скажем что-то такое Что им не понравится Вот так что Так что Это Ну во всяком случае Это объективно Вот то что я вижу Сейчас цифры 105 лайков 5 дизлайков 106 лайков Уже растут Количество лайков Что касается Опросов Общественного мнения У меня на бэкграунте На фейсбуке На аккаунте Стоит плакат Такой В переводе на русский Значит примерно Следующее Голосуйте За республиканцев Они может быть Не идеальны Но Противная сторона Совсем безумная Так вот Почему мы видим Мало Бампер Стикеров Призывающих Голосовать За Трампа И за республиканцев Потому что Противная сторона Безумная Люди боятся Боятся Что их машину Разобьют Такое было В Калифорнии Особенно Это было Это было Во время Выборов 16-го года Громили машины Поэтому люди Не ставят Ярдсайны С призывом Голосовать За республиканцев За Трампа Боятся Стикеры На машину На бампер Наклеить Потому что Вторая сторона Действительно Агрессивная Безумная Я не говорю Что все демократы Безумные Все демократы Агрессоры Но к сожалению Вот опыт Такой печальный Имеется Так что Ну конечно Надо посмотреть На демонстрации В той же Калифорнии У нас Собираются Там по субботам Беверли-Хиллз Я уже рассказывал Об этом люди Там в течении Там 45 минут Там митингуют А потом Делают Такую марш Через Беверли-Хиллз Значит Полиция Присутствует Номинально Совершенно Там два Президельских Там Два Президельских Здесь Потому что Все точно знают Никто из людей Которые ходят С американскими Влагами Которые распевают Американские гимны Американские песни Которые носят Там Скатеринку Надписи Там Трамп Там 20-24 года И тому подобное Никто не собирается Бить никаких Магазинов Неких витрин Не переворачивать Машины Не поджигать Ничего Максимум Подскользется Человек И может упасть Там Может надо Будет помочь Но так Все будет мирно Все будет Все будут Стройно Что-то кричать Мегафон Музыка И тому подобное Как только Собирается Любое количество Людей С той стороны То немедленно Огромное Количество полиции Начинает их окружать Она их не трогает Но она пытается Предотвратить Бойню Которую они устраивают Каждый раз Когда они выходят На улицы Разбивают Витрины Избивают людей Стреляют В полицейских Переворачивают Машины Все время Кидают Коктейли Молотова Поджигают Что-то Ужас Какой-то И при этом Та сторона Все время В средствах Массовой информации Рассказывает Какие агрессивные Республиканцы И как Мы Будем После выборов Я не знаю То ли военным образом Брать власть Или что-то Я не знаю Я никак не могу понять Неужели опыт Когда человек Сто раз Солгал Но ты предполагаешь Что он наверное В 101 тоже может А когда ты 20 лет знаешь Человека Который ни разу Не солгал То ты наверное Думаешь про себя То что он говорит Скорее всего Правда Так вот То же самое Когда ты смотришь На эти две стороны Америки И понимаешь Что одна сторона Заведена до безумия Почему Кстати В демонстрациях В которых я участвую Довольно большое количество Черных Афроамериканцев Так называемых И никто из них Не бросается Гробить магазины И воровать Оттуда ничего А с той стороны Почему-то Эти же самые черные Бросаются Гробить магазины То есть дело Не в цвете кожи А дело В настрой И дело В психологии И дело В уровне Ненависти Которую Им занесли Мы не любим То что Они предлагают А они Нас ненавидят Мы то Что они предлагаем Не любят А они ненавидят Нас И вот это Огромная разница В подходе Двух этих групп Вы упомянули Демонстрации В поддержку Трампа Я не помню На самом деле Вот до этого момента Чтобы были Подобные Демонстрации В поддержку Кандидата От республиканской Партии Массовые демонстрации Массовые ралли Проходят Я не имею ввиду Те ралли Которые собирает Президент Black Lives Matter Давайте Не будем убивать Черных И того подобного Я имею ввиду Не те ралли Которые проводит Президент А я имею ввиду Когда народ Выходит Выезжает на автомобилях Выходят с транспарантами Причем они проходят В Калифорнии Они проходят В Нью-Йорке Они проходят У нас В Иллинойсе То есть В тех штатах Которые Про которые люди Говорят Да здесь голосовать Бесполезно Все равно Ничего не бесполезно Во-первых Даже если За президента Переборят Демократы В Калифорнии Скажем у нас Да То уже местные Обязательно Идти голосовать Потому что Вот скажем Представителя в конгресс Представителя в ассамблею Представители в год Еще Обязательно Республиканцев Иначе И пройдут Какое-то количество Правда у нас Очень умные Руководства Нашей Предвыборной Этой самой Компания Как она называется Комитет по проведению Выборов Калифорнийский Он такое уже Начал устраивать Это просто Можно очуметь Они начали Рассылать бюллетени Значит Без президента Вообще Там нет места Где голосовать За президента После этого Они извинили Сейчас высылают Они сказали Две с половиной тысячи Всего Я там уверен Что два с половиной миллиона А значит То есть Они послали Некое количество Не знаю сколько Бюллетеней Которые Можно будет В конвертер То есть Тебе приходит Правильный бюллетень И неправильный Теперь У тебя уже двайка А они просят Всех Кто получил Неправильный И выкинуть их То есть Ну полная фантастика То есть Я например Выкину Да А может Миллион человек Не выкинет То есть Из одного миллиона Человек становится Два миллиона И там нет президента То есть Там будет идти Голосование За местных Выдвиженцев То есть Борьба идет Сейчас не только За президентство Господа Нам нужен Конгресс Нам нужен Сенат Обязательно голосовать Обязательно голосовать Абсолютно Абсолютно Право Потому что В восемнадцатом году Во время Промежуточных выборов В вашем штате Применили Так называемый Харвестинг И восемь Республиканцев В таких Республиканских Дистриктах Потеряли свое место То есть Это была такая Операция По удалению Республиканцев Я тоже получил Этот самый бюллетень И наверху бюллетеня Написано Что Там где подписываться Подпишись Если ты передаешь Этот бюллетень Третьему лицу Для доставки И напиши Имя этого Третьего лица То есть Это узаконенная На весь штат Обман Абсолютно И ни для кого Я думаю Что и для вас Не секрет В первую очередь Что Вся эта затея С голосованием По почте Была придумана В связи с тем Что Демократы Не имели шансов Победить На президентских Выборах Двадцатого года И единственная надежда Они даже не рассчитывали На победу С использованием Традиционных Методов Фальсификации Вот они придумали Еще один метод И если это Не поможет Сфальсифицировать Количество выборов То во всяком случае Обеспечит Некий хаос Нарушение процедуры Бесконечные тяжбы И может быть Это звучит как Теория заговора Но может быть Что в конечном итоге Будет решать Либо Конгресс Кто будет президентом Либо Верховный суд А посему Они с таким Остервенением Противостоят Назначению Судьи Они сейчас Ненавидят Рут Гинзбург За то Что она Не ушла В то время Как ее уговаривали Перед концом Обамы Конечно В противном бы Случа Они похоронили Ее в золотом гробу Да Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Вот я тоже В этот же Лукотка Хочу Как бы Тему поднять Дело в том Что они Постоянно Нагнетают Ужас У будущих Избирателей О том Что если Не дай бог Для них Выиграет Наш президент Трамп Тогда Будет гражданская Война Тогда уже Будет кошмар На мой взгляд Это тоже Чистое вранье И чистое Нагнетание Страха Для того Чтобы Отвратить Людей Идти на На выборные Участки И голосовать За Трампа Потому что На самом деле Если выиграет Трамп То у него Будут все Рычаги власти И он все Это быстренько Прекратит Все то Что они Собираются Делать Какое ваше Мнение Спасибо большое Ну Я думаю Что Много Чего Придумали Демократы Значит Например Позавчера Вчера Стало известно Что В нескольких Штатах Они Выкинули Зеленые Зеленую Партию Из голосования Сделав Что называется В последний День Там Маневр Некий Это те Штаты В которых С их точки Дрения Зеленые Могли Оттянуть У них Какое-то Количество Голосов То есть Очень Много Что Они Придумали Для Того Чтобы Обеспечить Победу Как Страховочки Делала В свое Время Хиллари Клинтон Ее Команда Одну Страховочку Тру Страховочку То И сейчас Они Чуть Не мере Четыре Года Для Чтобы Подготовиться И Сейчас Значит Много Продумано Было Как Сделать Так Чтобы Минимизировать Возможность Трампа Победить Им Невероятно Повезло С коронавирусом А потому Что До коронавируса Вот этот Индекс О которым Я говорил 56% Что Жизнь стала Лучше При Трампе Чем Была Раньше Это Было 64% То есть Практически 100% Республиканцев И 100% Независимых Только Демократы Сказали Что Было Хуже Значит Это Упало До 56 Тоже Фантастических Я уже Объяснял Номер Цифру Вот Но тем не менее Значит Они Пытаются Всеми силами Для того Чтобы Черное Стало Белое Стало Черным И С моей точки Дрения Готовится Огромный Подлог Он уже Делается С моей точки Дрения Будут Попытки Всеми силами Не дать Возможности Комиссии Утвердить Значит За Трампом Победу Всеми силами Будут Затягивать Это будет Хаос В стране Чем Естественно Воспользуются Наши Наши Друзья В Иране Россия Китае Северной Кореи Венесуэле И тому Подобное Я не знаю Как Но обязательно Воспользуются Почему Нет А во-вторых Будет Полная Сумятица Здесь И Конечно Расчет Был На то Что В Верховном Суде Расклад 4-4 И 1 Колеблющийся Но в последнее время Он очень Как-то странно Колебался В ту другую Сторону Роберт Я имею ввиду А сейчас Подложил им Огромную Свинью Руд Гинсбург Значит И если Трамп А Трамп Проведет Я думаю В Верховный Суд Вот сейчас Человека То есть Будет явно Совершенно 5 3 И даже Если Тогда Уже Роберт Его голос Не имеет значения Все равно Победа Будет С этой стороны Но Сейчас Они Придумывают Пытаются Легонадочно Придумать Как сделать Так Чтобы Конгресс Решал Не Верховный Суд Конгресс Дело в том Что 3 Января Конгресс Соединенных Штатов В полном Составе Уходит И В этот же День 2 Уходит А 3 Новый Конгресс Должен Поднять руки И Скать И Что называется Поклясться Делать То-то То-то И то-то Что у них Полагается Клясться То есть Иными словами 3 Третьего Числа Конгресс Конгресс Который Сейчас Действует Не Работает А если Будут Суды То Суды Будут Не только По поводу Президента Они будут По поводу Конгрессменов Тоже Значит Возможно Конгресс Тоже Тоже Не Будет Утвержден Если До Этого Время Президент Не Будет Утвержден И Тогда Все Это Переходит В Верховный Суд А Если Конгресс Утвержден И Он Демократический То есть Остался В руках Демократов Тогда Конгресс Говорит Так Все До 20 Числа Января Мы Не Выбрались Из Судов Значит Мы Заканчиваем Эту Батягу И Мы Назначаем Президентом Такого То Человека Это Записано В Конституции Они И 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 Давайте Попробуем Тогда Сделаем Перерыв Буквально Несколько Минут После Чего Вернемся Обязательно Продолжим Примем Звонки Ответим На Все Ваши Вопросы Никуда Не Уходите В эфире Программа Леона Вайнштейна Голос Здравого Смысла Телефон Студии 847 400 5 2 0 0 Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый День Пожалуйста В эфире Здравствуйте Сереженька И Леон Я хочу Знать Что это Пелоси Хочет От Трампа Я никак Не могу Понять 25 Статья Какая Объясните Пожалуйста Спасибо За звонок Сейчас Попробуем Ну Во-первых Пелоси Хочет Чтоб Трамп Сдох Это Первое Что Она Хочет Но Так Я Много Раз Пыталась Сделать Так Чтобы Значит Вот Помешать Ему Управлять Страной Если Он Быстро Скажем Так Действует В смысле Коронавируса То Она Говорит Что Он Слишком Быстро Если Он Медленно Что Слишком Медленно Зная Зная Прекрасно Что Ни О Связи У Путина С Путиным С Кремлем С Разведкой Российской Трампа Нет Мы Уже Знаем Теперь Что Все Они Знали Все Это Тем Не Менее Нам Два С Есть Такое Правило Что Если Президент Не Может Он Живой Он Так Скажем Функционирует Да Но Он По Всем Медицинским Показателям Скажем Так Сошел С ума Болен На таком Уровне Что Ему Нельзя Ни Решений Давать Принимать Скажем Когда Роналду Регина Стреляли То С момента Как выстрелили И до Момента Как он Поправился И Врачи Это Засвидетельствовали Вице-президент Его Буш Был Формально Во главе Страны И Если что Он Как президент Он бы Действовал Точно Так же По-моему Если Не ошибаюсь То Клинтон На какую-то Операцию Уходило Во время Этой Операции Пока Он был Под Наркозом И прочее Формально Передалось Управление Страной Передалось Вице-президенту Гору Значит Пелоси Хочет Чтобы Немедленно Собрали Совет Внутри Конгресса Создать В Конгрессе Специальную Комиссию Доделить Эту комиссию Полномочиями Оценивать Вменяемость Президента Для того Чтобы Это совершенно Не конституционно Абсолютно Не имеет отношения К конституции Но Важно Две вещи Первое Это Очередное Сомнение Поселить В головах У Избирателей Потому что Про Байтона Все время говорят Что он сошел с ума А Значит Она хочет Это уравновесить И говорить Что Трамп Сошел с ума А второе На самом деле Если они будут Создавать Какую комиссию Они будут То они готовятся К тому Чтобы Как только Если выберут Демократов И придет к власти Байден И Камала Харрис То Чтобы очень быстро Можно было бы убрать Байдена из власти Потому что Ну понятно Сделан из Камала Харрис Президентом Потому что Байден Конечно Не вменяем Это видно Это все знают Он Иногда У него будет Так бывает День окей Иногда бывает Не окей Он нестабилен Он может Что-то такое ляпнуть Он давно мог Что-то ляпнуть Но сейчас Просто эти ляпы Происходят практически Каждый раз Когда он Выходит куда-то Как он продержался Значит Все Все дебаты С Трампом Совершенно непонятно Хотя он нам тоже Наболтал всяких глупостей Но тем не менее Он продержался Я думаю Что он на каких-то Был транквилизаторах Или чего-то еще То есть Нельзя же все время Человека держать На наркотик Так что Это как бы И против Трампа Такой хитрый ход Чтобы суметь Вести Но на самом деле Это С задумкой На дальнейшее Я вот кстати Сегодня тоже Так сказать Задался Вопросом Для чего это сделано Понятно Что этот законопроект Никуда не пойдет Дальше Даже если они его В Нижней Палате Примут Никуда он дальше Не пойдет И Такой же вопрос У меня возник Это вообще для Трампа Или для Байдена Делается Или они боятся Что Байден Так сказать Выйдет из-под контроля Будучи президентом Не захочет расставаться Ну кому охота Самый главный человек В мире Да скажем Его жена Не захочет Чтобы он расставался Скажем так И они так сказать Готовят Или это просто Гэслайт Чтобы отвлечь От всех остальных Проблем С которыми Которые выплывают Так сказать С Байденом Конечно Есть договоренность О том Что он там В конце срока Там за полгода Скажем Или что-нибудь еще Передает Уходит Становится Камала Харрис Первая женщина Историческая С тем Чтобы когда она Выбиралась Это она выбиралась Уже Будучи президентом Как бы Вот Но Я думаю Что это так Ему сказали А в головах У тех людей Которые Действительно Управляют страной Дергают за ниточки Включая Сандерса Кстати Что ужасно Совершенно И Всех остальных На уровне На уровне АОС Там всяких Хорошин Отлаиб И тому подобное То вот Все эти люди Они считают И давно договорились Между собой Что Камалу Они практически Моментально Поставят Особенно Если он начнет Выпрыгивать И начинает Принимать Какие-то решения Дурацкие Они будут Дурацкими Конечно То они Просто его Кинут на ржавый гвоздь И поставят Камалу Давайте попробуем Принять звонки Добрый день Пожалуйста В эфире Несколько дней назад Вы хорошо Очень объяснили Почему FBI CIA Такое Вяло текущее Расследование Против Клинтонши Против Байдена Его сына И так далее Коми всех Что они Все Руководители FBI CIA И прочих Принадлежат Элите Или так сказать Завязли В том болоте Вопрос Почему Неужели Никого нет И Трамп Не может Поставить Кого-то Кто На берегу А не в болоте И поставим CIA FBI И этот человек Может Приказать Начать Расследование И если Эти самые Не выполняется Это дело То это саботаж И за саботаж Можно уволить Просто всех И поставить Своих людей Которые Из берега Не из болота И тогда Совершенно Другая Будет История Если Расследуют И осудят Клинтон Шу Байдена С Коми И Команду Обамы Это будет Совершенно Другая История И все Повернется Не только Выборы Но и вообще Все отношения К Народа Спасибо Спасибо за вопрос Смотрите Если это понятно Вам Понятно Мне Понятно Сереже То Давайте Подумаем И решим Что наверное И Трампу И его Скажем Его семье Это тоже понятно Вот эти люди Которые 100% За Трампа Это его семья Хорошо Что у него Есть хотя бы Эти люди Быть уверенными Теперь По сути Дело Я руководил Предприятием Довольно Большим Я не могу Сам собирать Бумажки Значит Я кому-то Это приказываю Этот человек Рассказывает Потому что он Собирает И ничего Не может найти И что-то Еще происходит Я требую Снова Он приносит Какую-то Одну бумажку И т.д. То есть Если Если Болото Не хочет То оно Очень долго Может сопротивляться У меня лично Была такая История Когда Компания Которой Я руководил Договорилась С Москвой Городом Москва В те времена Лужков Был руководителем И прочее И прочее Был Начало 90-х Четвертый Пятый Год Договорилась Практически Переустроиться ЦПК Имени Горького И был выпущен Указ Куска Отдавали На совместное Предприятие Под моим Руководством Отдавали Переделку Этого Куска Под Нечто Что Очень Похоже На Мы Представили Проект Очень Похоже На CityWalk Universal Studio Здесь В Лос-Анджелесе Всем он Очень Понравился Так вот Сам Лужков Не мог Полтора Года Пробить Через Своих Чиновников Там было 16 департаментов Которые Должны Были Подписать Бумаги Которые Они могли Никак понять Почему Они должны Делать Что-то Без того Чтобы Им Заносили Наличные Деньги В чемодане А мы Американцы Не собирались Ни каких Денег Заносить И поэтому Лужков Даже был Здесь С моим Партнером Общался Прямо Из кабинета Моего Партнера Позвонил Орал Что Как это Еще не Сделано Почему Немедленно Я прилечу Через Два Дня В Москву Принесите Документы Приехал Дресин Привез Дресин Это Зам Лужкова Привез Какие-то Документы И все Равно И еще Полгода Никто Ничего Этому Надо было Проверить Не будет ли Трястись Метрополитен Под этим Когда будем Строить Этому Надо было Проверить Деревья Будут Расти Или нет И тому Подобное Заказать Исследования И т.д. К чему Я все Это Рассказываю Вот нам Кажется Приказал Сдел Ничего Твои люди Только Те Которых Ты поставил Руководить А все Остальные Сопротивляются Потому что У них Там И самих Рожа Запачкана То ничего Сделано Не будет И следующий Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Уважаемый Сергей Анатолий И Леон С большим Наслаждением Удовольствием Слушаю Вашу Передачу Я живу В Бруклине Но слушаю Передачу По первой Возможности У меня Такой вопрос Ален Несколько Ваших Передач Которые Я слышал На ютюбе Вы Говорили Предупреждали Народ В больших Городах О том Что Надо Уезжать Из больших Городов Не изменилось Ли ваше Мнение С тех пор Пожалуйста Откните Мне Я послушаю Спасибо Спасибо Я думаю Да Спасибо За то Что слушаете Спасибо За комплименты А Значит Давайте Уточню Что я Сказал Я сказал Что я Предполагаю Что в тех же Городах В которых Были Беспорядки 20 вот этих Городах В которых Практически Во всех Из них Демократы Мэры Демократы Полиция И тому подобное Что Во всех Во всех Городах С моей Вспыхнут Беспорядки Которые Будут На порядок Выше Того Что Было Раньше И теперь Я боюсь И подозреваю Что они Будут Уже С оружием К сожалению К сожалению Будут Голосует Утром 3 Числа И мы Садимся И уезжаем Примерно 100-120 миль От Лос-Анджелеса Проведем там Несколько дней На ферме Потому что Я думаю Что Вот эти Дни будут Очень жаркими Пока полиция Не возьмет Не придет Гвардия Или что-то Еще не случится То Много Что будет Гореть Я не думаю Что Я не думаю Что пойдут В места Где мы живем Но Все может быть Потому что Уже есть Два примера Того Как вчера И позавчера Полезли В районы Не могу сейчас сказать Точно где Просто выскочил Из головы Но уже полезли В жилые районы И там Громили Кидали всякими Бутылками В дома И пытались Сжечь людей Заживо Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Ну у меня Практически Такой же вопрос Есть такой Панасенков Он тоже говорит Что будет просто Недели или две Очень бурные Я честно говоря У меня дочка В Нью-Йорке Живет Мы честно говоря Боимся Вот такое Боится Я так понимаю Боится Результатов Или Ну окей Я не знаю В чем вопрос Могу только Сказать Что да Я тоже Не очень счастлив По этому поводу Добрый день Добрый день Пожалуйста В эфире Скажите Пожалуйста Что-то Говорили По Скарамуче Этого Скарамуче Что он Какой Его проверяли 12-13 Года В чем Дело С ним Скарамуче А это Скандал Не знаю Скарамуче Антони Скарамуче Муч Так называемый Был который 11 дней 11 дней Работал Директором По Связям Значит там История такая Вот На предстоящих Дебатах Будет Модератор Он забыл Его имя Ну не важно Который в свое Время Служил Интерном У Байдена И Вызбирайте Компания Достоянием Гласности Стала Внутренняя Переписка Между Им И Скарамучем И Теперь Комиссия По президентским Дебатам Заявляет о том Что его Аккаунт Был Хакнут Но Они об этом Заявили После того Как это Стало Достоянием Гласности То есть Вообще Странно Немножко Нас держат За полных Идиотов Там Внутренняя Переписка Идет Вот если Представить Себе Что кто-то Хакнул Аккаунт Этого Модератора И от его Имени Написал Письмо Которое Никто Не должен Ну там Послание Короткое Которое Никто Не должен Был Видеть То есть Внутренняя Переписка Такая Якобы Якобы Это все Сделали Хакеры И Совершенно Случайно Это стало Достоянием Гласности Что-то Ну да Там Я То есть Там Речь идет Об этом Аскаромучина Понятно Вы помните После того Поменял Флаг Стал Антитропистом Аскаромучин Понятно Он такой Сукицин Зря Трамп Его взял Я знаю Что я понимаю Что он много лет Обузнал Люди Открываются Когда они Начинают Какие-то Дело Дел С других Каких-то Сторон Ты знаешь Там Человека Там 20 лет Ходишь С ним Ты встречаешься У друзей А потом Вступил с ним В бизнес И выяснилось Что он Совершенно Не тот Человек За которого Ты 20 лет Его знал Держал А кошмарный Ужасный Противный Ворюга Там И тому Подобное Ну Чего-то Бывает Такое Люди Разводятся Извиняюсь Потому что Они Считали Что они Женец Выходит Замуж За одного Человека А вдруг С ужасом Оноружное Что Рядом С ними Находится Совершенно Другой Человек Вот Поэтому Как только Ты Ты приспособился С этим Человеком Что-то Делать И как С ним Это Делать Совершенно Не гарантия Что он Будет Такой Же Во всех Других Областях Жизнь А Насчет Я не знаю Ничего Честно Говоря Просто Не слышал По поводу Переписки Но я Так Понял Что Это Вскрыли Его Переписку И выяснилось Что он Что-то Такое Говорил Чего Модератор Как бы Не должен Был Говорить Правильно Да Да Ну то есть Тем не менее Его естественно Убирать Не будут Потому что Потому что Потому что И так Понятно Что все Модераторы Они За Построение Счастливого Будущего Ну и Коль Скоро Мы коснулись Темы Дебатов Может быть Мы с вами Не обсуждали Дебаты Последние Между Вице-президентом И сенатором Я имею ввиду Пенс и Хэррис Да Знаете Я Я думаю Что они Никак Ни на что Не повлияли Вообще Вице-президентские Дебаты Очень редко На что-то влияют Единственное Что Сейчас Немножко Такая Особенная Ситуация И Довольно Много Людей Понимают Что Когда Они голосуют За Байдена Они голосуют В общем За Камалу Харриса А не за Байдена То есть Они голосуют Байдена Такой Троянский Конь Который Внутри Его сидят То что Мы называем Социалисты Они называют Себя по-другому Но они марксисты И Камала Харрис Она типичная Представительница Марксистского Крыла И Она Будет возглавлять Абсолютно Марксистский То есть По сравнению С ней Белый дом Обамы Покажется Просто Невероятно Консервативным И Просто Чуть ли Не Английский Торий Поэтому В этом В этом Смысле Ее Выступление И то Как она Севела И что Говорила Оно Должно Было Быть Интересно Публике Должно Было На что-то Повлиять Но у нас Обычная Проблема Проблема Называется Наша Пресса Средства Массовой Информации Включая Все то Что мы Называем Социальные Сети Что бы Не произошло Они потом Начинают Это Что произошло Плохое Замазывать И Выпячивать Какие-то вещи Которые На самом деле Неинтересны Вот Что произошло Это Камала Харрис Лгала Практически Каждый раз Когда она говорила А что-нибудь Тебе за это Лгала Все что Не понравилось Левой прессе Это что Она неправильно Рассказала Историю С Линкольном Потому что Не так это было А вот так А то что Она в каждом Другом заявлении Что называется Нагло Меняла Правду На выдумку Это их не волновало Люди Которые Которые Разумно Подходят К этому С разумом Они и так Не любили Камалу Харрис Потому что Она Не хочу сказать Комуняк Она даже не коммуняк Она Аппортунист То что называется Где плохо лежит Она обязательно Схватит И сейчас Плохо лежала В том месте Где Надо было кричать Что только Черные жизни Важны Громи Всех белых Она все время кричала Что она черная А потом По дороге выяснила Что она вообще Не черная А мама у него Из Индии А папа Плантатор С Ямайки Ну да какая она черная Да еще и плантатор У которого там были Рабы То ли 100 То ли 200 Рабов Не важно Хоть один То есть она То есть она как раз То есть она как раз Тот человек С которого надо Репарации брать И отдавать Черным А не черная Ну она Аппортунист Она так сказать 27 лет ей было Она Закончила Юридически Приехала Значит в Калифорнию Тут же подцепила На 31 год Старше Значит такого Вилли Брауна Который был у нас Спикер Ассамблеи Ну и Значит Как Они хотели Значит Он Появлялся На вечеринках И она Тоже Рядышком с ним Через очень короткое время Она работала В отделе Значит прокуратуры И через очень короткое время Ей 28-летней Писюхе Вдруг Значит Дали две должности Одно Там в каком-то Департаменте здоровья По разбору чего-то А второе В департаменте страхования В комиссии Совершенно почетные должности Ничего не надо делать Никуда ходить не надо Надо просто числиться И она стала получать 310 тысяч долларов в год Просто за то Что она Значит вот Была в хороших отношениях С Уилли Брауном Ну и тому подобное Ну и тому подобное То есть Про это никто не спрашивал Никто не спрашивал Почему Когда она стала Тот же самый Уилли Браун Протащил ее И сделал ее Главную генпрокурором Сан-Франциско Почему никто не спрашивал Почему она 10 лет Рыли Педофилию И собрали дело Против католической церкви Должны были 28-29 Священников посадить К Амали Харрис Посыпались Огромные деньги На предвыборную кампанию От католической церкви Она пришла И через месяц Она закрыла дело Потому что Не было никаких доказательств Более 100 детей Было изнасиловано И доказательства Все были Но она закрыла Это дело И ничего сделать Уже было нельзя Она насквозь Коррумпированная Ничего по этому поводу Не спрашивалась Не спрашивалась По ее требованию Чтобы все кричали Что только черные жизни важны Общие А жизни другие Не важны Не спрашивалась Собирается Она как обещала В первый день Прихода В Белый дом Начать Отнимать Оружие у населения То есть Не спрашивалась Не спрашивалась Не спрашивалась То что надо было спросить А спрашивалась Всякая чушь Для того чтобы Показать Какая она хорошая И какой Трамп И Пенс плохие Вот и все Значит Это вот Вывод был А на самом деле Ничего Ни на что Это не повлияет И следующий звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Леон У меня к вам вопрос Вот сейчас Про Навального Самые разные версии Их даже переселять не надо Самые с той И с другой стороны Вот какое лично Ваше мнение Кто стоит За управлением Навального Вот лично А Навальный А я все пытаюсь Сообразить Тому тему Да у меня есть мое мнение И оно базируется На так называемых Косвенных доказательствах Значит Во первых Я абсолютно Почему-то уверен Что если бы Значит Если бы действительно Навального Травили новичком Там очень много Если Да То во первых Либо Если бы его травили ГАЗ там И т.д. То умерло бы пол самолета Или весь самолет Если бы его травили Да И он бы корчился И умер бы Сто процентов В диких мучениях Если бы его травили Так называемым Как сказал Вилл Берзоянов Создатель этого новичка В сухом виде В порошке То нужно было Куда-то ее Порошок положить В какую-то там Воду Которую он пил Значит Если он выпил С одной сотой Миллиграмма Воду С этим самым Новичком То он через пять минут Погибает В кошмарных Конвульсиях И мучениях Значит Уже странно Что он Не выжил Уже странно Что он Не мучился Уже странно Что самолет Весь Что называется Не упал И уже странно Что Якобы Бутылка С Следами Новичка Из которой Он пил Мистическим Образом Попала Из Томска Была кем-то Перевезена В Германию Передана Этот человек Не заразился А Кроме того Я не знаю Каким образом Можно в самолет Вносить Открытую Бутылку воды То есть У меня Всегда ее отнимают Даже духи У моей жены Отнимают А почему-то Вот сейчас Можно было То есть Вообще Совершенно Все непонятно С отравлением Теперь Все совершенно Непонятно С тем Что он Прилетает На Значит Сажают Самолет Самолет Из Томска В Москву Летит У нас По-моему Еще пару минут Времени К сожалению Нет Ну хорошо Давайте Это Закончу Там Столько Странностей И столько Противоречий Что скорее Всего Никакого Отравления Не было А был Просто Спектакль Разыгранный Комитетом Государственной Безопасности С какими-то Своими Целями Леон Огромное Спасибо И до встречи В следующий раз До свидания Субтитры